МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нескольких российских регионах после прорыва дамбы на реке Урал-Ворске объявлено чрезвычайное положение. Новым президентом Словакии стал противник оказания военной помощи Украине. Жены мобилизованных российских военнослужащих, требующих вернуть их мужей домой, провели акцию «Марш пустых кастрюль». Также сегодня. Если вы послали денежный перевод тете Моти 23 февраля, это перевод тете Моти. Если вы отправили его 24 февраля, это значит, что ваша тетя никакая не Моти. Она, скорее всего, Матвей или Микола, которые наверняка затевают черное дело, которое вы преступно финансируете. Насколько убедительны так называемые доказательства причастности Украины к теракту в Кропус-Сити-Холле, опубликованные Следственным комитетом России. Короче, рвануло дамбу. Я добрался до того места, где идет самый мощный поток воды, откуда идет такой шум. Просто оцените силу стихии. «Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо, но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут жопа, тут народы просто». «Мам, все, пиздец, я снимаю, вот меня, вот, что я спустили на машину, вон моя бэха стоит, а вот вода, такие на никеле». «Собаки воют просто, они там на каком-то островочке, где по кругу бегают. Это кошмар». «Мне страшно же». «А так жалобно воют, как будто вообще. Первый спасен, нет, второго вон несут, голодный». «С ранжетом пытаемся кошку в коньке сидеть в крыше». «Ну, ранжет, спаситель». «Ранжет, посмотри хоть, кошку спас». «Вот они, родимые, курочки мои. Вон там течение х**, в туалетах ногами на х**, без двери. Все мои запасы дров». «Первый этаж затопил, в девятиэтажном доме, вон видно отсюда». «Первый этаж, ну, на пол пошла вода». «Не хотела уезжать, думаю, уже возраст, не поеду, а вот уговорили меня». «Хочется просто рыдать, не то что плакать. Состояние тяжёлое». Эти записи были сделаны в городе Орск в Оренбургской области России, где в результате прорыва дамбы на реке Урал после обильного таяния снега оказались в зоне наводнения не менее 7 тысяч жилых домов. В официальных сводках эти дома именуются подтопленными, хотя некоторые из них ушли под воду по самые крыши. Тысячи людей эвакуированы, приходилось спасать не только местных жителей, но и многочисленных домашних животных, оказавшихся отрезанными водяными потоками. Владимир Путин, как заверяет его пресс-секретарь Дмитрий Песков, держит руку на пульсе, но приезжать в Оренбургскую область не планирует. Сегодня Путин заслушал доклад главы Росрыболовства о рекордном вылове сардины и в оси и рассматривал вопрос о разрешении любительского вылова стерляди в некоторых районах Волги. Вместо себя в Оренбургскую область Путин прислал главу Министерства по чрезвычайным ситуациям генерала Александра Куренкова, который в разговоре с местными жителями сетовал, что они не прислушались к предупреждениям об опасности сильного паводка, сделанным еще неделю назад. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите. Мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. Это один человек. Эта ситуация может продлиться неделю. Вот они сидят, такие люди вот сейчас в окнах. Что они будут есть? Им придется возить каждому еду. Это был глава МЧС Александр Куренков. Сильнейший паводок угрожает теперь Оренбургу и мэр города Сергей Салмин открыто признал, что ситуация может стать катастрофической и объявил в городе режим чрезвычайного положения. Салмин призвал жителей района, в котором угрожает затопление, немедленно эвакуироваться. Он также особо оговорил, что оставленные жителями дома будут патрулироваться, чтобы избежать мародерства. Давайте послушаем фрагмент его обращения. Не бойтесь покидать дома. Полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства. Вода может прийти ночью. Вы подвергаете свою жизнь и жизнь близких опасности. Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию. Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасные значения. Не ждите этого. Уезжайте прямо сейчас. Это был мэр Оренбурга Сергей Салмин. А у прокуратуры Оренбургской области нашлось, несмотря на всю сложность ситуации, время выпустить предостережение о недопустимости проведения несогласованных с властями массовых акций, связанных с, цитата, «повреждением гидротехнического сооружения в городе Орске». Вадим Шумков, губернатор Курганской области, заявил, что дамба в районе Вороновка, где сейчас проводится превентивная эвакуация, пострадала от того, что грунт с нее местные жители растаскивали себе на участке. Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня и в Тюменской области. Поток воды из реки Урал движется в соседний Казахстан, президент которого, Касым Жамарт-Такаев, тоже выступил с обращением к нации по поводу стихийного бедствия, не упомянув при этом, что одна из главных причин этого бедствия – ненадлежащее содержание дамбы в российском Орске. Обращаюсь к вам в связи с тяжелой ситуацией с весенними паводками после обильного снеготаяния. Произошла природная катастрофа, равная которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Подобные наводнения происходят в самых разных уголках мира, а из-за потепления климата в последние годы они еще и участились, отмечает ученый, специалист по моделированию экстремальных природных ситуаций Константин Рангс. Вот что Константин Рангс рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время». Наводнение в этом регионе, как и в большей части, например, той же самой России, вообще Евразии, в этой полосе, это абсолютно естественное явление. В Орске были сильнейшие наводнения и в 18-м, и в 19-м, в 20-м веке, например, в 1942 году. И тогда тоже уровень воды поднимался выше 9 метров. Так что то, что периодически происходят мощные наводнения в реке Урал, а река Урал 2,5 тысячи километров, это очень большая река, это вполне естественно. Тем более, что сначала наводнения идут как бы такой волной. Вот сейчас, например, готовятся к наводнению в Тюменской и Курганской областях. Там сейчас будет очень активно таять снег, и тоже будут или дома изотора, и все что угодно. Так что наводнения – это как бы данность, данность природы. Можем сказать больше. В связи с изменением климата будут чаще случаться такие природные явления, и надо заметить, что об этом предупреждали соответствующие службы. Это огромная проблема. По данным, например, вот как сейчас компания Google делает специальный сервис предисказания наводнений с искусственным интеллектом. 20% всего населения планеты – это более миллиарда человек – находятся в зоне постоянного угрозы наводнений. Наводнение – самая большая катастрофическая сила на нашей планете. Оно будет становиться все хуже и хуже. Вопрос в другом, что построили какую-то дамбу. Вот я посмотрел, например, даже уже сейчас Следственный комитет России, по-моему, уже возбудил уголовные дела, и подняли вопрос о том, что это была за дамба, с виду достаточно хлипкое сооружение, вполне возможно построенное так-сяк, которое просто-напросто не выдержало такой напор воды. Где-то местные власти делали мероприятия по уму, с привлечением специалистов и так, как это положено. И там, собственно говоря, удалось обойтись, как говорится, малыми жертвами. Здесь же в случае, как сейчас уже становится понятно, плотина была не рассчитана на такой поток, и, собственно говоря, случилось то, что случилось. Понимаете, у вас может выпасть много снега, но у вас не промерзший грунт, а в других местах он промерзший грунт, и поэтому характеристики стока воды будут разные. Это настолько сложная задача, что, прошу прощения, сейчас суперкомпьютерами-то не очень это можно решить. По этой причине получается что? Это предупреждение о том, что опасность есть, было, дано, еще когда зимой были большие снегопады. Но дело все в том, что будет ли, например, в конце марта, начале апреля сильное потепление, вы должны вспомнить его, не так давно было, да, меньше двух недель назад, будет ли массированное таяние. А вы не забывайте, что, например, вот говорят про водохранилище. Вот водохранилище нужно было спустить зимой, чтобы весной вот эта вся вода набралась. Задача водохранилища — сохранить воду на лето. Не забывайте, вот сейчас потоп, а пройдет всего лишь два с половиной месяца, и в том же самом регионе Орска наступит жесточайшая засуха. И это тоже регулярно происходит. Говорил специалист по моделированию экстремальных природных ситуаций Константин Ранкс. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Следственный комитет России спустя две недели после теракта в Крокус-Сити-Холле опубликовал записи допросов, обвиняемых в совершении этого теракта. Правила журналистки этики не позволяют не использовать эти записи, но их содержание я пересказать могу. Все обвиняемые явно хорошо подлечены после задержания и на сносном русском языке в один голос говорят, что действовали по указке некоего куратора по имени Сайфуло, который инструктировал их двигаться в сторону Киева. Именно так и сказано. Киевы, не Украины. Где им будут переданы обещанные миллион рублей на каждого. Напомню, что при задержании один из обвиняемых говорил, что ему должны на карту перевести полмиллиона рублей. На прошлой неделе Следственный комитет заявлял, что организаторы теракта получали криптовалютные переводы из Украины. Теперь в Следственном комитете еще и утверждают, что для исполнителей теракта готовилось аж два окна на российско-украинской границе и что, скрывшись с места теракта на скромном Рено, они гнали со скоростью под 180 км в час. А в телефонах у них были обнаружены фотографии, которые просто не оставляют сомнений в том, что теракт планировался именно в Киеве. Давайте послушаем фрагмент репортажа российского первого телевизионного канала, где все эти данные приводятся. За обещанным гонораром по миллиону рублей на каждого террористы сразу после атаки отправились по трассе М3 Москва-Киев. Неслись со скоростью под 170 км в час. До российско-украинской границы оставался 141 км. Смартфоны, хоть и в поврежденном виде, попали в руки следствия. Полученная из них информация свидетельствует, что беглецы до последнего получали указания от куратора Сейфуло. На той стороне для террористов, как выяснилось, готовили сразу два коридора. Наши спецслужбы зафиксировали активность ВСУ по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопыч Сумской области. Здесь террористы должны были сжечь автомобили и идти пешком по командам все того же Сейфуло. Вместе с тем, озвученных следователями фактов, достаточно, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке к крововой бойне в Крокусе. Во-первых, установлено, что наемники незадолго до расправы получили деньги с Украины. Во-вторых, попытка бегства в Киев, где, как говорят сами наемные убийцы, их ждал основной гонорар. И, наконец, организованная украинскими спецслужбами встреча террористов на границе. Такое невозможно без приказа сверху. Яркий штрих в этой картине – снимки из телефонов задержанных, оставшиеся после переписки с этим Сейфуло. Символика националистов, желто-синий прапор – это скорее фотонабор украинского боевика, а не радикального исламиста. Это фрагмент репортажа федерального российского первого телеканала о поразительной небрежности так называемых украинских террористов, причем уже на протяжении многих лет, и о логике, которой следует, делая свои выводы Следственный комитет, размышляла в своей реплике в рамках приложения к программе «Радио Свобода лицом к событию» под названием «Не вошло в эфир» моя коллега-обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Она сама выстраивает логическую цепочку, в финале которой приходит к довольно парадоксальному, но, поверьте, только на первый взгляд, выводу в сообщнике организаторов теракта в Красногорске, может быть, если следовать логике Следственного комитета, записана вся Швеция. Давайте послушаем Елену Рыковцеву. Террористы, которые приезжают на территорию Российской Федерации, они, очевидно, не считают инструкции, как защитить свой телефон. Они, наоборот, набивают свои устройства ровно таким содержимым, чтобы облегчить задачу Следственному комитету Российской Федерации. Следственный комитет показал нам компромат, найденный в их телефоне. Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений, входов в здание Крокус-Сити-Холла и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. То есть две улики указывают на украинский след. Именно 24 февраля, во вторую годовщину российского вторжения, соучастник, как они его называют, нашел в интернете изображение Крокуса и отправил их к куратору. А если бы он полез и послал днем раньше или позже, получается, ни на какую Украину эта отправка бы не указывала, а указывала только на то, что куратор этот совершенно тупой и безрукий, и не может сам найти в интернете картинки. Но Следственный комитет исключает чистое совпадение, и это указывает на особенности мышления этих людей. Они, очевидно, увлекаются нумерологией. В нумерологии за каждым числом закреплены определенные свойства, понятия и образы. За календарным числом 24.02 в сознании Следственного комитета твердо закреплен украинский след. Вот как наследили 24-го, так и закрепили. Таким образом, любые действия, которые вы совершаете 24.02, могут быть расценены как проукраинские. То есть еще раз, чтобы закрепить. Если вы послали денежный перевод тете Моти 23 февраля, это перевод тете Моти. Если вы отправили его 24 февраля, это значит, ваша тетя никакая не Моти, она, скорее всего, Матвей или Микола, которые наверняка затевают черное дело, которое вы преступно финансируете. Та же история с фотографиями. Указанные данные, еще раз подчеркиваю вывод Следственного комитета, могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции. Вообще-то сама по себе марка как раз и связана с проведением специальной военной операции. А точнее говоря, с проведением операции против крейсера «Москва», памяти которого она и посвящается. Но каким боком затесался сюда террористический акт? Я никак не улавливаю связь. Я только улавливаю смысл, что тысячи людей, в телефонах которых содержится изображение этой марки, могут быть записаны в соучастники. Но эти, которые готовят такие сложные вещи, по таким страшным заказам, которые хотят получить за них деньги, и, конечно, хотят скрыться, а если не скрылись, должны отпираться до последнего. Но они зачем-то хранят в своих телефонах и даже квартирах вот эти указания на связь с самым страшным врагом государства российского. И это не сегодня началось. Это у них эпидемия какая-то. Это их уже 10 лет жизни ничему не учат. Также добавлю, что здесь при обыске в этих машинах нашли медальон правого сектора номер 20, а также визитки Дмитрия Ярыша. Сотрудники ФСБ обнаружили пистолет, взрывчатку и порох, другие незаконные предметы. Например, на мобильном телефоне и компьютере он хранил видеозаписи радикального содержания и снимки фашистской атрибутики. Есть и переписка с украинскими силовиками. Идейный агент-айтишник Семеняка, оперуполномоченный хакер Ламака это инструменты контрразведчиков СБУ, которые по рангу обязаны оставаться в тени. Но ФСБ России высвечивает их одного за другим. Как это часто бывает, символика и агитки запрещенного Азова. А вот запись на телефоне, что-то вроде клятвы верности нацистам. Добровольно вступаю в ряды национально-освободительного батальона Азов. И празднично божусь, что я буду честно воевать всеми имеющимися у меня возможностями на стороне Азова. Кроме того, в мобильном телефоне обнаружены фотографии с изображением националистической символики и фашистской атрибутики. И практически везде похожий антураж холодной оружия и обилие нацистской символики, в том числе и украинской. А на этом фото с нацистскими приветствиями вся группа, оказавшаяся сегодня в следственном изоляторе. То есть маниакально они в своих телефонах и жилищах собирают ровно такие улики, чтобы следственные органы ничего не перепутали. Это именно украинские националисты отправляют их на задание, а не какие-то еще. Ну и при чем здесь Швеция, вы спросите? Да просто чтобы напомнить Следственному комитету Российской Федерации, что не все желто-голубое – это Украина. И Швецию можно с тем же успехом привязать точно туда же. Это была реплика обозревателя Радио Свободы Елены Рыковцевой. Из ее видеоприложения к программе «Лицом к событию» не вошло в эфир. Это и другие видеоприложения можно найти на портале YouTube. Это всегда интересно и часто забавно. Так что не пропустите. Что же касается теракта в Крокус-Сити-Холле, то добавлю, что Следственный комитет возбудил еще и дело о халатности в отношении ответственного за пожарную безопасность Крокуса и начальника пожарной команды этого концертного зала. Их имена не называются, оба находятся под подпиской о невыезде. Как возбуждение этого дела отзовется на судьбе владельцев Крокуса, миллиардера Азара Агаларова и его сына Эмина, мы, видимо, довольно скоро узнаем. Имя Назаров всего несколько дней назад в интервью YouTube-каналу Forbes уверял, что рассказы о закрытых пожарных выходах в Крокусе в момент теракта – это фейк. Входы, через которые люди заходят в сам зал Крокус-Сити-Холл, они же в том числе являются эвакуационными. Поскольку террористы открыли огонь именно и поджог осуществили в зоне этих входов, у людей не было возможности ими воспользоваться. Соответственно, если вы видели на кадрах, многие покидали большинство через сцену этот зал. А у сцены есть один эвакуационный коридор, который ведет на улицу, и его продолжение ведет обратно в фойе. И люди, естественно, понимая, что они попадают опять на место, где находятся террористы, бежали в противоположную сторону, в зону технических помещений. Поэтому идет много фейков о том, что двери были закрыты, железные, люди не могли найти выход. Я их прекрасно понимаю в этом ужасном шоке и страхе. Они, к сожалению, попали в технические помещения, которые предусмотрены только для персонала с карточками. И двери, ведущие фактически никуда. Фрагмент интервью бизнесмена Эмина Агаларова YouTube-каналу Forbes. Время свободы. В Соединенных Штатах конгрессмены возвращаются к работе после пасхальных каникул и посещения штатов, где они были избраны. И опять все в ожидании того, как скоро будет принято окончательное решение о предоставлении или не предоставлении Украине пакета помощи на сумму в 60 миллиардов долларов. Газета Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, о котором он неоднократно упоминал, заключается в том, чтобы заставить Украину в случае возвращения Трампа в Белый дом пойти на территориальные уступки России в обмен на мир. Помощник Трампа Джейсон Миллер уже назвал эти данные фейком. А в Словакии президентом избран противник оказания военной помощи Украине, соратник нынешнего премьера страны Роберта Фитца Петер Пилигрини. Об этом я беседую с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, что в первую очередь обеспечило победу Пилигрини? Мне кажется, то, что ему удалось мобилизовать тех избирателей, которые голосовали либо за кандидатов сочувствующих или, скажем так, относительно разделяющих политическую позицию нынешней правящей коалиции, в первую очередь это избиратели Штефана Харабина, или тех, кто в первом туре просто не пришел голосовать. Собственно, этот сценарий в принципе ожидался, не ожидалось то, что в первом туре Иван Карчок одержит победу с отрывом в 5%, поэтому на этом основывались надежды его сторонников, что все может быть не так. На самом деле Пилигрини с самого начала был фаворитом этих выборов. Насколько украинский фактор сыграл роль, на ваш взгляд, в этих выборах? Сыграл значительную, потому что Петер Пилигрини и его компания были во многом построены на том, чтобы представить его соперника, как, это в общем клише очень активно употреблялось, кандидата войны, как человека, который поддерживает идею оказания военной помощи Украине, и, может быть, даже не исключает, на самом деле Карчок этого не говорил, но это его соперникам как бы вбрасывалась эта тема, не исключает возможности отправки словацких солдат, если такая необходимость возникнет в Украину. Поэтому запугивание вот таким сценарием, оно было частью компании Пилигрини, безусловно. А как распределяется в Словакии власть между президентом и премьером? Пример куда более сильная политическая фигура. Словакия — это вполне такая классическая парламентская республика, глава государства там обладает представительскими, так сказать, функциями, но он может в области внешней политики оказывать влияние и соучаствовать в выработке внешнеполитической линии. И он может, ну, не совсем блокировать, но, допустим, затягивать, если ему это нужно по какой-то причине, принятие тех или иных законов, налагать на них вето, возвращать в парламент и так далее. То есть это не совсем бессильная, так сказать, фигура, но в то же время это фигура, которая куда менее политически влиятельна, чем премьер-министр. Но все-таки в европейских структурах, в Евросоюзе, в НАТО может ли он, президент, влиять на ситуацию? Ну да, он представляет страну. Там, конечно, бывает по-разному в некоторых международных совещаниях и форумах такие государства, как Словакия, такие парламентские республики представляет президент, в некоторых случаях премьер-министр, но, безусловно, это фигура репрезентативная и для, так сказать, общего образа страны, в том числе и в глазах ее зарубежных партнеров, президент и его позиция имеют существенное значение. Поэтому, конечно, Роберт Фитца хотел, чтобы его союзник стал главой государства, потому что они будут, я не уверен, что на 100% Пелегрини все-таки высказывался в более умеренном духе по ряду вопросов международной политики, но будут все-таки более или менее гнуть одну линию. Итоги президентских выборов в Словакии мы обсуждали со специалистом по странам Центральной и Восточной Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Время свободы» и из культурных новостей выделю две. Публикацию издания «Медузы» по поводу того, как сотрудник ФСБ Сергей Дубов уже 10 лет борется с независимой российской культурой. В последние годы Дубов, согласно данным «Медузы», собирал компромат на театрального критика и куратора Марину Давыдову, участвовал в компании по травле поэта и режиссера Жени Беркович, она под стражу уже почти год по обвинению в пропаганде терроризма, а также актрисы Варвары Шмыковой, которая тоже выступила против войны в Украине. Дубов помогал стране обвинения во время нашумевшего дела седьмой студии, содействовал подчинению государству когда-то независимой театральной премии «Золотая маска». Ну, к этой теме я, скорее всего, еще вернусь. Вторая новость культуры такая. Приговоренная к 10 годам колонии по делу о взятке бывшая глава Министерства культуры оккупационного правительства Крыма Арина Новосельская выразила желание принять участие в специальной военной операции, проще говоря, отправиться на войну в Украине. А жены мобилизованных на войну военнослужащих, требующие, наоборот, вернуть их мужей с войны, в минувшую субботу провели акцию «Марш пустых кастрюль», охватившую не один десяток российских регионов. В надежде, что звон услышат другие люди и, как написано в посте в телеграм-канале «Движение Путь домой» однажды зазвенит вся Россия. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода» в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова